это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседим добрый вечер 210 лет исполняется со дня рождения великого русского писателя ивана александровича гончарова ну что что вы испытали от этой фразы а вот теперь другой вариант 210 лет исполняется со дня рождения автора великого русского романа обломов согласитесь другой эффект да это тот случай когда персонаж превзошел своего автора обломов несомненно один из главных героев образов мировой литературы наряду с дон кихотом фаустом гамлетом и так далее не пора ли друзья мои нам замахнуться на вильяма нашего шекспира а что собственно сам гончаров русский писатель должен жить долго эту легендарную фразу приписывают и сологубу и островскому но нам важна суть гончаров прожил немало 79 лет он не был женат то служил цензором то преподавал словесность наследнику русского престола и зато и за другой он был нещадно критику и написал собственно друзья три романа обыкновенная история второй роман обломов и третий роман обрыв монументальный роман как видите собственно все три романа на о ну и блестящие на мой взгляд путевые очерки фрегат паллада да уж обломов сделал гончарова главным писателем россии а обрыв который откровенно запоздал потому что если бы он вышел до лет на десять пораньше до отмены крепостного права просто был бы фурор тем не менее обрыв его не успех сбросил писателя вниз его прекрасного облака да уж последние годы иван александрович откровенно чахнул своей петербургской квартирки постоянно ругался с тургеневым которого обвинял в плагиате и воровстве идей и в итоге кстати что любопытных какова ирония после перезахоронения в 1956 году прах гончарова оказался рядом с прахом его заклятого врага тургенек но для нас все-таки гончаров удивителен первую очередь тем насколько актуальными насколько злободневными видятся темы образы стиле которую он поднимал аж представьте во второй половине девятнадцатого века насколько же это актуально сегодня гончаров что называется работает и на разных пластах сознания и на разных пластах истории тоже вот кто такой к примеру обломов друзья ну разве это просто барин ленивец до сначала добролюбов критик добролюбов провозгласил смотрите к чему приводит обломовщина к трагедии кстати обломовщина этот термин вошел в мировой язык в мировое сознание без перевода как самовар как калашников а потом советская догматика ожидаемо истолковала роман как клеймение страшной крепостнической россии что кстати любопытно обломова несколько раз по моему три или четыре исключали и школьные программы на самом деле говорили что вроде как скучно но на самом деле просто не знали даже высшей инстанции как правильно прочесть обломов вот мы сегодня попытаемся прочесть обломов буквально уже через век после своего выхода обломов из барина ленивца стал носителем высшей идеи противостоящей мещанство и пошлость стыдно андрей что помилуй илья не смейся андрей так стыдно иногда делается прям до слез смотрите какая эволюция то образ сугубо отрицательный а в итоге образ положительный в чем это высшая идея а это то что китайцы называют у вы перевести на самом деле достаточно сложно но это своего рода не день и то есть некая такая созерцательная пассивность когда нет причин для того чтобы действовать более того действие может быть не только бесполезным но и вредно и согласитесь друзья в россии это особенно чувствуешь это особенно актуально инициатива как известно наказуем оттого столетиями у нас кабинетах сидят ну скажем так поросшие мхом и жирком персонажи которые действуют существуют точнее по принципу лишь бы чего не вышло ведь если начнешь действовать то жди беды и гончаров человек на службе десятилетиями бывший на службе у государства это прекрасно знал тоже сюжет вот обломов словно осознает что если он станет со своего этого легендарного дивана и начнет действовать то мир вокруг переменится а вот в какую сторону предсказать невозможно но любое вмешательство приведет к необратимым последствиям поэтому можно спасать мир как шутили во время самоизоляции не вставая с диван и сохранение чистоты души возможно только без соприкосновения с этим внешним миром и вот в таком контексте обломов предстает светлым чистым человек а вот штольц это пожалуй очень хорошо видно по экранизации обломова ну по размышлениям на тему михалкова фильм 1979 года если я не ошибаюсь так вот штольц предстает уже таким себе мефистофелевский злодеем отрицательным персонажем хотя это очень условно отрицательный положительный персонаж ну вот что важно действительно казалось бы именно штольц и победили эти оборотистые молодые люди делающий капитал и которые никогда не останавливаются пожалуй более всего они проявили себя во время и сразу после распада ссср вот тогда люди совестливые люди порядочные остро чувствовавшие несправедливость происходящего вокруг они просто не могли не хотели в этом всем участвовать и на самом деле часто они просто банально спивались кстати обломов тоже грешил водочкой а вот штольцы наоборот делали 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 бизнес ну а сейчас этими штольцами стали все эти бесконечные топ-менеджеры и бизнес-тренеры коучи и так далее так далее вот только порядочностью гончаровского штольца эти новые штольцы вовсе не обладают ведь напомним когда я говорю о порядочности что в романе гончарова штольц усыновил сына обломова когда сам обломов умер от ожирения сердца кстати очень точный очень верный образ умер от ожирения сердца все думают только о том как питаться что вредно что полезно у какого доктора лечиться на какие воды ездить все думают только о том как жить а зачем никто не хочет думать чего это я все да к тому что штольц и обломов это по сути два пути для россии но оба эти пути вспоминая известный тезис шафаревича ведут к одному обрыв вот тут собственно мы говорим об обрыве гончаровском потому что в одноименном романе обрыв гончаров показывает уходящую россию это своего рода такой себе роман пророчеств и россия тут предстает запущенным садом чьи аллеи постепенно постепенно теряются в лесную чаще выходит что бездействие не равно не действует бездействие губительные тлетворно это очень четко показывает гончаров да как сказали бы сейчас иван александрович гончаров предельно злободневен социален я не знаю намного социальнее и злободневнее чем любой там блогер в телеграме но гончаров не был бы велик если бы ограничился только этим а чем велик гончаров а фокус в том что обломов обломов это великий блестящий любые пяти псих оделический роман именно так псих оделический роман это погружение в русскую нирвану в русское подсознание ключевое слово тут русская пусть вас не пугают там нирваны ли китайскую вы именно русская вот знаете я помню как наверно мне было лет 30 уже взрослым я читал на пляже в ботилимане на обломово и со мной со мной происходил очень странная и страшная штука я погрузился по мере чтения погружался в вот такое абсолютно медитативное состояние в транс если угодно точнее даже не я погружался а меня погружать это происходило не только со мной как я узнал позднее потому что обломов намеренно сделан так что время и в самом романе и при чтении этого романа она как бы не существует она растворяется исчезает полностью нет времени кстати весьма ценное качество в мире который постоянно куда-то спешит и торопится прийти какую фишку делает гончаров выражая современно он уничтожает время а где еще так трансформируется реальность давайте подумаем да конечно же так она трансформируется во сне и вот не случайно что центральное место в романе обломов занимает сон обломов но помните если читали если не читали прочтите я пока я напомню в общем обломову снится деревня обломовка с которой как бы понятно сравнивается вся россия и вот сама ткань этого бытия существует как сон как будто во сне и вот тут гончаров такая интересная параллельному взгляд удивительно перекликается с гением кино дэвидом линч тут тоже напомню балансирует между явью и сном одно плавно перетекая в другое мы не замечаем этого это и в малхолланд драйве есть и конечно же в культовом сериале twin picks и вот в twin picks и есть кстати ключевой вопрос который мы должны адресовать и обломову если это сон то кто спящий мы как спящий который видит сны а потом живет во сне а потом она сказала кто видит сон обломов автор гончаров может быть вся россия или кто-то видит это все вот это важно и на самом деле вопрос потому что он ведет другому еще более важным что произойдет если проснуться а последний вопрос отсылает нас к другому культовому персонажу кино персонажу великому спящему него из матриц вспомните как начинается матрица это кино 99 года когда все перевернулось после просмотра ему пишут вейкап не а то есть проснись не и он просыпается но после пробуждения он не в силах принять эту новую реальность потому что она отвратительно в мире матрицы которая населена этими штольцами но правда их называют агенты смиты спасает и может спасти только неведение вот и обломов отключается это всего этого отключается от всего этого по сути обломов это свой мир свой сон это своего рода остров за пределы которого выходить не только вредно но и опасно и вот та же история происходит из россии не случайно я говорю что илья ильич обломов это своего рода подсознание какой инициирующий миф уж выражусь за ум на россии и тут я вспоминаю еще одного интересного мыслителя это философ вадим цимбургский у него есть теория о том что россия это остров которая ни в коем разе не должна выходить за эти пределы иначе она перестанет существовать вот чему это я все друзья но не к тому же чтобы там именами просто посверкать нет конечно ведь согласитесь все вышесказанное оно удивительно перекликается с тем что мы наблюдаем сегодня нам снова и снова на всех телеканалах во всей прессе там везде говорят что россия очнулась ото сна россия пробудилась и похоже это действительно так наша страна фактически очевидно вышла за пределы своего острова возникает вопрос чем это грозит для нас и и способно ли все это нас погубить у гончарова напомню облома в конечном счете как минимум ну скажем так не победить а чего ему не хватило тут мы подходим главному ему не хватило концентрации и сосредоточения не в эгоистическом смысле нет а в глубин есть такая формула которую когда-то озвучил горчаков россия сосредотачивается и вот в этом ответ как минимум на сегодня да мы проснулись но теперь друзья пришло время сосредотачиваться это была программа игра в классике меня зовут как вы помните платон беседим берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и терпения просыпайтесь друзья а